Доброго времени суток, дорогие друзья! Решила выйти на улицу. У нас сегодня очень-очень солнечно. Давайте покажу, чем я сегодня занималась, поскольку погода позволяет. Наконец-то прекратились немного дожди, и, конечно же, нужно что-то делать в огороде. Хотя в огород не влезешь, я вот вам покажу. Это я уже почистила свои тапки. Очень грязно, но все равно делать надо. В общем, периодически выхожу вот сюда к чистилке для обуви, и чищу, и опять иду в огород. Вот, полюбуйтесь на тот дуб, который я вам говорила. Ой, какая же красота! Смотрите, золотой стоит. Это вот как раз дуб, который я наблюдаю из окна дома. И это дом, который заброшен, в нем не живут. Вот. Так что я вывалила на улицу, собрала кое-какой урожай. И это еще не все помидоры. Вы мне там говорили, Лена, порви помидоры зеленые, они у тебя доспеют. Нет, друзья, если совсем зеленый помидор, он так и останется зеленым. А вот если он немножечко, хотя бы вот такой вот, буренький, то тогда он доспеет, конечно. Посмотрите, какой кабачок у меня вырос. Пошла уже, хотела вырвать огудину из кабачка. Смотрю кабачок и еще там несколько. Думаю, ну ладно, пусть тогда растут. Сегодня я делала оладушки из кабачков. Вот. Много наморозила кабачков. Но этот тоже пока морозить не буду. Через денька два опять сделаю оладушки. На оладушке как раз вот такой один кабачок достаточно. Вот. Ну и чем я еще сегодня занималась? Покрасила второй раз вот этот полку-стол, которая будет в терраске или в тамбуре. вот стоит на солнышке, сохнет. Ой, как же хорошо, друзья. Посмотрите, какое голубое небо. Сейчас, наверное, градусов 18 точно. Я в такой водолазке тоненькой. Ну, жилетка, правда, на мне меховая. И мне жарко. Огород пустеет. Ну, давайте по порядку. Сначала покажу, что я сделала за домом. Ой, ну как же нравится. Как же мне нравится наш домик. И мне нравится цвет краски. Кому-то не нравится. Вы там мне пишите комментарии. А мне очень нравится. Класс. Прям этот домик хочется скушать. Открыла сарай, чтобы проветривалось. Друзья, еще картошка у меня лежит. Еще я ее не перебирала и не опускала в погреб. Через недельку, наверное, потом. Шланг надо будет тоже помыть. Но еще не убираю. Почему? Потому что мне нужна вода. Вчера я повыкапывала вот эти баки. Повымывала их. Вон они лежат. И остатки тыквы положила в этот бак, потому что начали мышки кушать. Вон, посмотрите, сколько у меня еще тыквы. Это та, что не поместилась на полочке. Вот. Хороший урожай тыквы. Четыре бака. Еще один пятый стоит возле дома. Но в нем вода. Может быть, еще пригодится. Плиточку помыть возле дома. Пока не убираю. Вот поэтому не убираю этот шланг. Баки-то я мыла как раз вот отсюда. Конечно же, потом все уберу. Отсоединю. Шланг вымою. Смотаю. И все, конечно же, в сарай уложим. И тачку, и все. Но тачку тоже вот не убираю. Почему? Хочу. Вчера рвала траву. Кусок толи нашла там какой-то. Но я уже кое-что вывезла. А вот куча травы. Видите? Сколько? Это вот погружу в тачку и отвезу в нашу компостную кучу. Вот этот шланг, скорее всего, выкину. Никудышный. Дешевый. Вот что говорят. Дешево. Скупой платит дважды. Но мы не знали. Мы как бы только щупаем. В своем доме только первый год. Хотя у меня был опыт. До 28 лет я тоже жила в своем доме. Но когда это было? И потом все же меняется. И качество меняется. И все меняется. Вот здесь вот я тоже выкопала картошку. три с половиной ведра накопала. Но мелковатая. Не знаю, в чем дело. То ли сорт такой был. Эту картошку я покупала в светофоре. Лен лежит. Повырывала со двора. Но не выбрасываю. Может быть, пригодится для мульчи. Вот. Так что вот здесь немножко я навела порядок. Вот здесь все было все заросло травой. Здесь как бы тщательно не вырываю траву. Потому что здесь все равно будет плиткой. будем стелить геотекстиль. И как бы все здесь будет под плиточку. Вот здесь я вчера порвала траву. Очень много было. Вырвала сухой укроп. Кстати, друзья, очень удобно. Я вот этот укроп посеяла в июне. А лето было жаркое. И тот укроп, который рано-рано взошел в огороде, он весь посох. А здесь был зелененький. И как раз вот в огурчике в помидорчике очень хорошо я использовала. А так бы пришлось идти на рынок наверное и покупать. Потому что остальной укроп уже был весь сухой. На следующий год я тоже так же сделаю. Посею, чтобы был... Ой, бабочка летает. Представляете, вон она села. Представляете, какая теплая. Не знаю, видно вам. Вон она сидит. Мухи, бабочки летают еще. Да моя ты красавица. ой, друзья, даже не верится, что через месяц уже будут порозы, наверное. Ноябрь уже такой, самый сопливый месяц. Вот. Так что я вот здесь занималась, рвала сегодня травку. Здесь все перекопаю, а может быть только деревья пообкапываю. хотя мне хочется... Видите, сколько этого подорожника наросло здесь. Нет, надо перекопать. Все-таки перекопаю. Посмотрите, как выросли наши абрикоски. Мы их с Лешиком сажали в мае. Вот такие веточки уже. Прямо хорошо. Хорошо выросла абрикоска. и одна, и вот вторая. Одну я сажала, одну Лешик сажал. Вот. Козел оттащила сюда. А вообще, друзья, вот это такая временная коптильня наша. Я так, шучу, конечно. Шашлык мы здесь жарили. Это я так из пеноблоков собрала в мангал. И когда жарили, брали стульчики, садились возле огня. И вы знаете, какая мысль у меня возникла. А что, если здесь соорудить такое круглое кострище? Красиво выложить его декоративным камушком, сделать такие топчаны, пуфики. Я там уже не одно видео видела. Разные кресла делают из бруса. Раскладные такие лежачки. И чтобы здесь собираться, разводить огонь и просто сидеть, отдыхать вечерами, глядя на огонь. Под чаек, может быть, под бокал вина. Я прям вижу, как мы здесь собираемся. Легкая музыка. И вот возле костра. Именно вот кострище. Не для того, чтобы жарить шашлык, а чтобы просто погреться, посмотреть, порелаксировать на костер. И чтобы это кострище было круглым, чтобы всем хватило места. Это у меня вот такая задумка. Вот в этой зоне сделать вот такую красоту. А мангал где-нибудь в стороне построить, соорудить. Такой уже именно для того, чтобы пожарить. так, ну идем дальше. Сегодня я вырывала помидоры. Я имею ввиду, на чем росли помидоры. Ну на Украине это называется огудина. Не знаю, как это по-русски. А потом вот сюда пришла. Друзья, вы посмотрите, вы только посмотрите. Это щавель. я уже вот набрала целый ящик. Представляете? Сейчас все здесь пообрываю. Оставлю вот эту веточку. Это семена, чтобы он дальше рассеялся сам. Здесь вот тоже семена. И это я его посадила в этом году. Лето было засушливое. Он как-то плохо вначале пошел. Но все-таки я закрыла там пару баночек. не помню уже каких литровых или полутора литровых. Но закрыла. Так вот я еще закрою. Ну как же это же кощунство, если вот эту красоту он сейчас такой мощный зеленый. Закрою еще. Так что вот на вечер у меня уже есть работа. Вот дырки остались из-под баков сначала думала убирать не убирать сначала просто хотела вылить воду из них потом думаю нет все-таки я их помою и на зиму уберу. Баки хорошие чистотел. Помните что здесь творилось в том году когда мы только сюда приехали здесь все было в чистотеле я не могу сказать что ну как бы полностью я от него избавилась но все равно посмотрите вроде как у меня чистенько особой такой травы в огороде нет останется вот только перекопать и все вот этот зимний лучок тоже такая прелесть лук уже собрали а здесь видите сейчас щавель нарежу и лучка нарежу просто положу в холодильник пусть будет может быть окрошечку сделаю кстати сейчас я домашнее молоко покупаю привозят мне и если там что-то не выпиваю скисают делаю из него творог очень вкусный домашний просто ставлю этот кисляк на плиту и потом отбрасываю получается очень вкусный творог для сырников а сыворотка или сыроводка как называют правильно она остается и я из нее делаю окрошку очень вкусно вот посмотрите как сливка вымахала обалдеть тоже только весной мы ее посадили но я ее поливала друзья лето было очень засушливое я ее поливала но она и отблагодарила она уже выше меня я не знаю на метр наверное метра два с половиной сейчас вот все деревья которые мы сажали все попринимались и все выросли ну и опять же все я поливал вот немножко яблочек осталось может быть тоже соберу тут ароматище стоит и уже наверное все яблок на яблоне уже ну есть но мало мало очень вкусная пастила я ее вчера сложила в контейнер и хочу чтобы Лешек вот на днях приедет чтобы он попробовал но вы посмотрите на это голубое голубое небо просто обалдеть да крыша наша видите крыша покрашена уже сколько дождей ничего не облезает так что краска резиновая хорошая но вот эта часть вы видите немножко отличается да от уголка эту сторону мы перекрашивали вот что значит некачественная краска я вам как-то уже говорила покупали на озоне думали что хорошая купили хорошо две банки она вся повздувалась это же представляете мы же потом ну на эту краску то есть грунтовка была сначала потом краска и все повздувалось пришлось Лешику все перекрашивать а перекрашивали уже не резиновой краской а тут в сарае опять же в нашем волшебном сарае нашли три трехкилограммовые банки серой краски надо же опять серой которая подошла вот к той резиновой краске по цвету в общем крыша сейчас красивая и вроде как держится ну посмотрим вот год пройдет посмотрим что там дальше будет вот здесь еще тоже очень много помидорчиков зелененьких видите возле теплички в тепличке еще есть ну в общем я жду когда они чуть-чуть побуреют но вот этот уже даже можно срывать он уже не совсем вот зеленый зеленый вот этот доспеет а если сорвать зеленый зеленый то он таким и останется мне там мариночка миссан сбрасывала рецепт варенье из зеленых помидор говорит похожее как на киви я не пробовала может быть вот как бы и попробую да друзья я еще после всего всего еще собирала послен это уже третий раз наверное и еще закрыла полторы баночки варенья и еще здесь есть вот если будет такая теплынь еще подожду доспеет и может быть еще на пол литровую баночку здесь соберу и доварю вот этот вот костик представляете он даже цветет вот поэтому не вырываю а здесь уже ничего нет но я не могу вырвать тут надо выкапывать вот крыжовничек пошел расти динозаврика я своего разобрала даже не хочется в дом заходить такая теплый тишина покой слышите колокола это вот храм в кривополянье это наверное пять часов да это вот пять часов пять раз сейчас будет звонить так что вот наступила осень огород опустел посмотрите что в компостной яме ой яме куча уже полна коробочка все сюда выбрасывала за зиму все осядет потом перегниет и будет будет удобрение вот еще один кабачочек так солнышко светит как будто не зима а лето начинается в этом году запоздалое бабье лето но все-таки пришло вот видите все очистила я здесь все повырывала нападали конечно не стала я их собирать замучилась я уже с этой консервацией друзья это вот наверное единственное с чем я не захотела морочиться вот эти вот помидорки вот черри валяются а так вообще-то у меня ничего не пропало ни один кабачок не пропал ни один огурец не пропал если только там просто помидор начал загнивать может быть там слизни начали его кушать тогда конечно выбрасывала а так все пошло в дело все так что сейчас пойду дорву щевелек и пойду закрывать ой как же красиво цветут хризантемки красота здесь осенью в том году ничего не было а уже какие-никакие но растут цветы да друзья вы же помните что здесь рос лен вот даже сейчас семена вот проросли которые попадали очень хорошо обогащает землю здесь же была целина и камни одни камни вы помните сколько я отсюда камни вытаскала так вот земля стала как пух я вырывала лен и просто удивлялась так что действительно сидираты они очень вспышают то есть мягко делают земельку вот здесь тоже лен был и практически нет сорняка то есть он забивает сорняк так что вот такие дела все мои хорошие немножечко с вами пообщалась красоты вам напоследок я желаю вам хорошего настроения главное здоровья не отчаиваться все у нас будет хорошо я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока пока